Одни из лучших в Подмосковье. В Одинцовском округе работают две школы Олимпийского резерва и пять спортивных школ. С этого года они снова входят в систему дополнительного образования, а значит тренеры теперь получают педагогический стаж, что в свою очередь положительно влияет на зарплаты. В среднем одинцовские наставники стали получать на 10% больше. Всего же в округе спортшколы и секции посещают почти 8,5 тысяч детей, причем более 5,5 тысяч на бюджетной основе. Наши спортивные школы начали набор детей, тем самым мы получили бюджетные средства. В этом году открылись и два новых отделения спортивной подготовки – скалолазания и прыжки на батуте. В культурной сфере тоже рост. С начала года провели на 5 тысяч мероприятий больше, чем в 2022-м. По словам председателя Комитета по культуре Ирины Ватруниной, увеличилась и посещаемость на 28%. И, неудивительно, в округе работает одна из самых больших в Подмосковье сети культурных учреждений. Одних только сотрудников – почти 1700 человек. Особое внимание уделяют людям с ограниченными возможностями здоровья. В этом году исполнилось 10 лет Клубу инклюзивного творчества «Изумрудный город». Для создания условий развития детей-инвалидов и включения их в социально-культурную жизнь округа в рамках целевой субсидии Московской области и благодаря слаженной работе команды Одинцовского центра культурного развития в этом году Московская область выделила нам целевую субсидию. И нам удалось приобрести сенсорную комнату для наших ребят. Культурную программу положительно оценили и жители округа. Не обошлось, правда, и без пожеланий. Когда праздничные дни, ходим на площадь, гуляем. Потом, когда иногда, конечно, ходим в мечту, на спектакль или на концерт. Дом офицеров открыть в обязательном порядке и проводить там концерты. И спектакли, соответственно, тоже. Мероприятие хорошее, очень спортивное проходит. У меня еще ребенок в спортивной секции занимается, футболом занимается, в муниципальной школе. Ну, может быть, какие-то связанные с футболом еще, хотя у нас и так много в городе, но еще хотелось бы каких-то спортивных, еще для взрослых, может быть, какие-нибудь забеги, старты. Вот у нас есть ледовый дворец и очень люблю фигурное катание. Ну, почему нигде не написано, что там дети выступают? Я бы с удовольствием пошла. Посмотреть на знаменитых фигуристов можно будет в рамках программы «Зима в Подмосковье». 10 декабря в парке Малевича пройдет ледовое шоу Илья Вербуха, а 2 января Татьяна Навка представит ледовый спектакль «Байки русской балалайки». Любители зимнего спорта смогут проявить себя 31 декабря в Одинцовском парке культуры спорта и отдыха. Там состоится традиционная манжосовская лыжная гонка. Роман Попов, телекомпания Одинцова.